Он из тех людей, мнение которых зачастую не совпадает с мнением большинства. Он из тех режиссеров, которые снимают мало, но качественно. И сразу такие фильмы, которые входят в золотые фонды – лучшие коллекции профессионалов. Ордак Амиркулов расскажет сегодня о своем детстве, многократном поступлении во ВГИК и о том, каким он стал отцом и дедом. – Самый счастливый период в жизни детства. Хотя, когда ты проживаешь эту жизнь, она не кажется такой. То есть очень много было тогда проблем, как у каждого. То есть это школа, это бесконечное воспитание, это нехватка того, чего-то как в бытовом понятии и так далее. Это осталось в памяти. Но вот когда ты с высоты того возраста, который сейчас ты есть, смотришь на то, как ты был в детстве, наверное, ну, кажется, такое короткое, но сплошное счастье, когда есть у тебя то, что кажется, ну, само собой разумеющееся. То есть это родители, родственники, там, братья, сестры, школа, не знаю, какой-то регламент в жизни, там, ну, так далее, так далее. Ну, здоровье, в первую очередь. И уже в детстве наш герой осознавал, что он не такой, как все. Было совершенно непонятно, почему его заставляют делать то, что ему не нравится. Ходить с троем и петь в хоре не для него. Солист по натуре, он часто выпадал из общей картины правильных детей. Меня все время почему-то воспитывали, гонобили. Потому что я был, наверное, не похож на всех. Я был хулиган какой-то, как мне рассказывают. Я не всегда попала под стандарты, которые существовали в школе или там в семье. Действительно, большинство даже не задумываются, зачем на занятиях сидеть 45 минут? Почему надо слушать учителя, который тебе не нравится? И что делать на неинтересных уроках? Ответ на такие вопросы Ордак искал по-своему. Был педагог, который мне не нравится, как он рассказывает. Наверное, это был, сейчас я понимаю, что это был чей-то ставленник. В русской школе учился, и у нас был педагог, который очень плохо говорил по-русски. Преподавал нам биологию. И часто, когда он говорил, он какие-то делал ошибки. На что, как бы сказать, дети его поправляли. А я больше всех, конечно, в этом преуспевал. И вот он как-то очень сильно разогрелся и подошел ко мне, ударил меня линейкой, что ли, я не помню. Так вот, я его, помню, схватил за шкирки и вот, как бы сказать, довел до начала класса, ударил его об доску и вышел из класса. То есть, как бы, ответил ему. Его наказывали в школе и не понимали дома. Родители недоумевали, почему так сложно следовать общепринятым правилам. Нелегко встать на защиту сына-хулигана, когда осуждает общество. Это как в армии. Там два правила, да, если. Командир всегда прав. Второе, если командир не прав, посмотри первое, да. Вот, как бы так. У нас было воспитание жесткое. То есть, чтобы кто-то когда-то на мою сторону стомал, и этого не было. Ну, это и правильно, наверное. И решение сына поступить в Москву, во Всероссийский государственный институт кино, родители не смогли принять. Но выбор профессии был окончательным. Это вот нетерпение над собой кого-либо. То есть, это была именно та жизнь, этот образ жизни, когда мне никто не мог, то есть, никто не мог мною руководить, скажем так. Я сам был хозяином ситуации, я сам делал, да. Я сам создавал мир там и так далее. То есть, я когда думал о своей будущей жизни, думал о том, что вот, например, то, что родственники мне и родители желали и хотели, строили планы по поводу меня, что я буду там делать карьеру. В то время было понятие партийных, как будто деятеля, да, руководителей. Я все время думал о том, что там же начинать надо же с нуля, там, да, с каких-нибудь там рядового, как бы сказать, деятеля, над которым все командуют. И меня это никак не устраивало. Ради всех благ и святых, меня, конечно, это никогда не устраивало, чтобы надо мной был бы кто-то командовал мною, был командиром. Поэтому, в большей части, конечно, режиссура кино меня, как бы сказать, и прельщало тем, что он такой хозяин, как бы сказать, ситуации. И в этот раз он проявил свой бунтарский характер. Множество людей, не сумев пробиться в первый раз, прощаются с мечтой, выбирая другой путь. Но наш герой был твердо уверен в успехе. Я играл еще на гитаре. У нас был ансамбль, мы играли там на танцах. Я думаю, в то время так это было, значит. И когда люди узнали, что я хочу поступать в агитаре, они на мной все смеялись. Это же не сейчас. В то время был единственный институт на весь Советский Союз, который готовил кинематографистов. Это был ВГИК. А режиссеров так вообще набирали 10 человек. И то часть этих мест отдавались за границу. И за границу приезжали. Конкуренция там была бешеная. Вот в МГИМО или МГУ гораздо меньше была конкуренция, чем в АВГИК на факультет режиссера. Тем более там были дети и всех известных этих режиссеров, актеров того времени, российских. Поэтому, конечно, это была практически мечта неосуществимая. Я пять раз поступал в АВГИК. Я иногда думаю, это на меня не похоже. На сегодняшнего меня это нисколько не похоже. Как так? Это, когда ты проживаешь, это кажется нормально, наверное. А когда вот ты уже прожил и прошло какое-то время, ты оглядываешься назад и думаешь, откуда у меня хватало вот этих, не только физических, моральных каких-то сил и оснований бесконечно поступать в АВГИК. В этом, наверное, есть какое-то отличие, наверное. Но хотя для меня самого это героизм. Может быть, для кого-то другого это глупость большая. На тот момент это действительно был героический поступок, который принес свои плоды. Ученики мастерской Соловьева открыли новую страницу в истории казахстанского кинематографа. Их так и называли – режиссеры новой волны. Его сокурсниками стали Амир Каракулов, Абай Карпыков, Серик Апрымов, Дарижан Амирбаев, Талгат Тименов и Рашид Нугманов. Эти имена знакомы зрителям. Их работы и сегодня вспоминаются с большой любовью. Семейная жизнь в некотором смысле стала тоже вызовом – родственником общественности. Его супруга – Эвелина, по национальности русская, по возрасту младше супруга. Людям с разным менталитетом порой приходилось нелегко. Познакомились мы с ней на фильме «Отрар». Она пришла работать к нам ассистентом художника. Она к этому времени закончила Новосибирское художественное училище. И пришла устраиваться на киностудию, устроилась нам на картину, мы там с ней познакомились. Тогда она была молодая, очень юная девушка. А я уже такой прошедший Крым и Рым человек. У нас разница в возрасте 12 лет. С одной стороны, она как бы уже давно стала такой казашкой. Понимает все традиции и так далее, и так далее. Что такое даже худолых там. Какие надо подарки дарить, как надо принимать гостей. Ну, с другой стороны, конечно, вот эта не казахская ментальность, она все равно существует. С этим надо как-то жить, это надо понимать. И в этом есть как бы сказать, это вот та приправа, которая делает эту пищу более пикантной, что ли. Вот это с одной стороны вроде бы и есть определенные проблемы, но с другой стороны, это как-то переукрашивает тот мир, в котором я живу. Но они сумели стать поддержкой и опорой друг к другу. В сложное время Эвелина подставляла плечо, находила нужные слова и оберегала очаг. Сегодня Орда Камеркулов не мыслит жизни без нее. Она художник, но прямой своей профессией не занимается, потому что, ну, наверное, очень много работы по дому. Просто у нас семья такая безрукая, безногая, не знаю там, и с большим ртом все. Все пацаны, поэтому вот такая ситуация. Им все время надо что-то готовить, за ними надо ухаживать. самый младший сын это я. Я самый безвластный человек у нас дома. Я как тот охотник, который должен домой принести мамонта, заработать деньги. Это так видимая власть, там, они мне позволяют, жена позволяет быть мне там, наверное, хозяином, чувствовать себя там, руководить всем этим делом, решать вопросы. На самом деле, я от них больше зависю, чем от меня. Вспоминая свое детство, Орда Камеркулов благодарит своих родителей, но в то же время не старается перенимать их методы воспитания. Он дает больше свободы, чаще балует и не требует неукоснительного выполнения житейских указаний. Старший уже отдельно живет, но бесконечно все равно с ними мы в контакте, и мои внучки дома у меня. Средние и младшие они учатся в Кемэпе, но вот средние еще и дополнительно учатся в режиссуре, бывает у меня как больнослушатель на моей мастерской, и здесь были какие-то американцы открывали курсы, он закончил, что-то снимает все время, больше его интересует компьютерная графика, спецэффекты, вот как бы он, а младший у нас он такой абсолютный интроверт, он ходит только на занятия, потом сидит дома, определенным спортом не занимается, но вот как бы бесконечно занимается тем, что он делает себе какие-то физические нагрузки, вот если у нас там турник, это его внутри на первом этаже у нас там спортивные снаряды всякие, если вот вкратце вот так у нас семья, старший у нас закончил консерваторию, был один из хороших кларнетистов в Казахстане, где бы он не участвовал в конкурсе, всегда побеждал, но потом что-то не захотел музыкой заниматься, говорит, за это мало платят, сейчас занимается своим бизнесом. Хоть наш герой и говорит, что не строил свою жизнь по принципу «построй дом, посади дерево и воспитай сына», все это как-то само собой получилось в его жизни. Более того, он уже стал дедушкой очаровательных внучек. Новый человечек, который родит тебе каким-то образом твоя часть, а он существует, ходит, это как-то интересно за этим наблюдать и очень здорово. Но это в чувственном понятии это объяснить сложно. У меня еще младшая есть, она такая вообще красавица, очень артистичная младшая, очень общительная, старшая наоборот, она такая интровертка, даже вот сюда она не вышла, и вот когда мы там были, вы с ней поздоровеете, она вам даже в ответ ничего не скажет. А младшая она у нас поет вообще, даже клип мы сделали с ней и так далее. поэтому я просто смотрю и получаю удовольствие на это, общаюсь с ними. Мне кажется, мне кажется, вот как бы и это важно. Старшей внучке 8 лет, а он все еще не прочувствовал до конца, что это такое быть дедом. Оказалось, причина проста. В детстве мы живем днями. Вот, в юности и более зрелых возрасте мы живем месяцами. Сейчас я живу годами. Поэтому то, что она первый класс закончила, мне кажется, она недавно только родилась. Еще одно, а возможно на данный момент основное занятие Ордака Меркулова – коневодство. На его счету огромное количество наград самых престижных скачек Европы. В начале двухтысячных он начал заниматься бизнесом, а разведение лошадей и подготовка к скачкам – что ни на есть престижный и прибыльный бизнес. Разумеется, со своими трудностями. Конечно, бизнес – это война, понятно. Там тоже с утра до вечера. Но я там видел плоды своих работ. Я зарабатывал деньги. Вот так поставлена задача заработать деньги, кормить семью. Вот какая была задача. То есть на киностудии была задача сохранить киностудию. То есть была простая задача накормить семью. В качестве режиссера он снял четыре картины. Нашумевший фильм «Гибель от Рара» в 1991-м, «Абай» в 1995-м, записи Рустема с картинками в конце 90-х и «Прощай, гульсары» в 2008-м году. Как говорит сам режиссер, все эти работы стали лишь данью уважения стране, друзьям и времени. Я считаю, что я очень компромиссный человек, хотя мне все говорят, что это не так. Вот от Рара. Причем, при том, что это лично моя картина, как я думаю. Сценарий написал Алексей Герман и Слава Кармали. Наверное, так как они написали, сложно было бы кому-то другому написать для того времени. Я благодарен им, и это было бы... Но это ничего ровным счетом не значит, я вам могу сказать, как режиссер. Вы можете получить отличный литературный сценарий и снять черти что. Поэтому я считаю, это моя личная победа, допустим. Но и в то же время, по большому счету, когда я думал о своем будущем как режиссер, когда я учился в Авгике, я не думал, что я буду снимать такое кино, как Атрар. То есть здесь уже был компромисс. Когда я снимал картину Амбая, я шел на откровенный компромисс. Это была как бы конъюнктура почти. Но это был 93-й год. Полное отсутствие всякого присутствия. То есть полное отсутствие всяких денег было в государстве. какое кино там? Пенсионерам пенсии не платили. И мы умудрились убедить правительство, что вот в 95-м году будет празднование юбилея Абая, мы обязаны снять кино. Да, мы очень много там спорили, очень много мы там сидели в приемных, чтобы спасти киностудию. Когда сказали они так, да, хорошо, мы вам дадим деньги, ну, снимать будешь ты. И это тоже компромисс. Слава Богу, я могу с открытым лицом сказать о том, что я очень честно сделал это кино. При всем при этом. Я горжусь этой картиной. Хотя изначально сама как бы ситуация была такая компромиссная. спрощай, гусары. Мы долго думали. Чингис Турекулович очень хотел, чтобы мы сделали кино. Он хотел, конечно, чтобы мы сделали Бураново полустанка, но очень большая вещь. И в то время, когда мы разговаривали, было не так много денег в кино. И снять такой большой роман было очень сложно. Тяжело я ему это объяснял. Но нашим общением я предложил более такой компромиссный вариант, это прощай, гусары. с ним. И все равно, когда я думал о том, что надо снимать «Вращая Бурсары», до этого я опять планировал снять что-то свое, о чем я сам думаю, о чем, что бы я хотел. А фильм, отражающий его суть, еще впереди. И ждет благоприятного времени для выхода на свет. И вот только когда я задумал сделать свою картину, уже ни от кого не заметил. Посмотрел вокруг себя, вроде бы я от всех, как бы сказать, всем отдал. Всем. И киностудии отдал, и государству нашему, как бы сказать. Слава Богу, меня отметили лауреат государственной премии и так далее. Даже чингизы это надо. Вроде бы вот задумал с трудом, с каким-то вот очень можно было объяснять вокруг людям, чего я хочу, как нужно писать это. Основы никакой, не литературная основа, даже примеров такого нету. Не в литературе, я смело могу об этом сказать, не в кино. И это такой, как мне кажется, со взглядом многих людей это будет такой ничтожный эксперимент. А для меня это кажется великий эксперимент. И в этот момент происходит вот такое есть проклятие жить тебе в период перемен. Происходит такое и меня останавливает. Денег нет. В 90-е годы он стал директором киностудии «Казахфильм». Ни он сам, ни кто-либо из его ближнего круга не мог представить его в кресле начальника. С бунтарским характером и стремлением плыть против течения он все же оказался в нужном месте в нужное время. И можно сказать, спас отечественное кино. То есть такой, как я, не должен был быть директором киностудии. я помню, мои друзья говорили об этом. Это вообще какая-то просто ошибка. Не может быть. Таки как ты не становятся директорами, потому что у меня не было никаких идей по поводу такого, как бы сказать, характера карьеры, что ли. Административной карьеры, политической карьеры. А у меня никогда не было. Ну, просто попросили. Я думаю, что, наверное, это вот в течение каких-то обстоятельств, да, это вот, наверное, было неизбежно. Не то, чтобы я хотел сказать, что вот в тот самый трудный период, 92-й год, именно я должен был директором, чтобы киностудия спаслась. Наверное, был бы какой-то другой директор, возможно, то же самое было бы. Не, очень трудно определить. Но то, что, как бы сказать, я выложился там, это сказалось на моем здоровье, это точно, абсолютно. и чувствовал я себя там достаточно адекватно. Оказывается, я, ну, то есть, как бы сказать, как режиссер, я же тоже, в принципе, руководитель же. Для меня это было несложно. Для меня было несложно, мне было сложно тогда, когда не хватало моих сил. То есть, нет денег, например, я ничего ты не сможешь сделать. Приходят те рабочие и говорят, дай зарплату, ты не можешь этого сделать. Вот такие сложности были. Вся жизнь его состоит из компромиссов. Кто-то может воспринимать его как человека жестких принципов, который никогда не пойдет на уступки. Но все же время диктует свои правила и приходится с ними считаться. Немножко, немножко стал терпеливее, что ли. Меньше максимализма. и все. Меньше максимализма. То есть, сейчас я, как бы сказать, терпеливо отношусь к тому, что я больше понимаю, чем раньше понимал. Вот и все. А так, я не знаю. Как бы, как рефлексирующий человек, я, конечно, сам себе всегда, сам собой всегда недоволен. Но с течением времени, когда проходит какое-то время, ты видишь результаты и ты понимаешь, что ты был прав. Не в том, что там есть какое-то доказательство, а исходя из собственного состояния, что ли. Он называет себя циником и снобом в хорошем смысле слова. По темпераменту относится к интровертам, склонным к рефлексии. Но однозначно сказать нельзя, ведь практически вся его жизнь соткана из противоречий. Если бы я, наверное, бы слушался многих, наверное, я не был бы режиссером. Если бы я слушался многих, я, наверное, был бы здоровее. Или наоборот. Ну, очень трудно сейчас определить. сослагательного, как бы сказать, направления и не бывает. Но в то же время, как бы сказать, я всего добился сам. Причем не благодаря даже, а в Африке. Благодаря, конечно, есть. И благодарен ситуациям, благодарен людям, которые мне помогали. Которые меня учили искренне. Были педагоги такие. И педагогов некоторых я, как бы, сам находил, читая, созерцая. А были непосредственно педагоги. И в школе у меня несколько было педагогов. В институте первом, в Афгике, Сергей Саланович. Потом, конечно, меня о жизни, как бы сказать, повезло мне в жизни, что я стал дружить работать с Алексеем Германом и со Светланой Кармалитой. Вот. Мы дружили с Чингизмом Майт Мат. Я очень благодарен Лжасу Сулейменову, который увидел во мне что-то там, помог мне снять мою первую картину, когда он писал в Москве. То есть, есть, были ситуации, которыми я благодарен. Но, если бы не было того фундамента, которого я делал, то и этого тоже бы, конечно, не было. Если бы я бесконечно не поступал во ВГИК, я бы не учился. Если бы я бесконечно не стучался в двери в кино, значит, я бы, наверное, не встретился с Сулейменом. И так далее. Ордака Меркулов производит впечатление циника, который знает о жизни больше, чем остальные, и который не видит смысла бороться и доказывать свою правоту. Но в его глазах еще есть искорки, того юного хулигана, романтика, который ради своих убеждений готов на многое. Редактор субтитров